Здарова, друзья, меня зовут Мазл, добро пожаловать обратно в 60 секундс. Сегодня у нас выживание, да не простое, а самое сложное. Погнали! Детишки! Нет! Боже, как же так? Три воды, две еды, аптечка и замок, и приёмник, и всё, и муха. Выжили только мы вдвоём. У нас не было времени взять детей, но ведь это была всего лишь тренировка, и они в порядке, верно? У нас не так уж много еды, никто не жалуется, пока. Но даже консервированный супчик довольно скоро может стать редким блюдом. У нас мало воды, нам придётся очень экономить. Ребятки, я не спорю, это будет сложно. Мы стараемся не терять надежды. Это правильно. Вылазка? Я даже не знаю. Выхода нет. Где же дядя Брайан, где его знатные фотки? Руководства нет. Дядя Брайан, извини, ты, конечно, горячий мужик, всё такое, но... Сам понимаешь. Буль-буль-буль-буль-буль. Тебе водичка? Давай, жена. Выручай нас. Заболеет по-любому. Долорес на пути к поверхности. Молодец, баба-огонь. По радио болтают о сбросе припасов и снаряжения от армии. Пора? Чё пора? Противогаза нет. Было слишком опасно идти наверх без защиты, поэтому мы решили остаться в убежище и слушать радио. Его шум так расслабляет. Тебе наслаждается жизнью. У него нет никаких новых проблем. Охеревшая морда. Мы вообще-то выживаем тут, слышь. Жёнушка вернулась. Бацильная ты моя, родная. Ну рассказывай. Долорес нашла заправку. Там была пара перевёрнутых машин из тент-кассира. Там был брошенный грузовик. И там была банка супа. Великолепно. Мы нашли пару бутылок воды. Плюс одна. Игра. Какого хера? В одной из машин была карта. И около почти съеденного бутербродика был спрей от насекомых. Удивительно. Ещё и колода карт. Это, конечно, великолепно, но нам бы запасов побольше. Наверное, будем её лечить. Жёнушка, я спасу тебя. По дороге из нашей последней экспедиции мы заметили какие-то рисунки на почти разрушенной стене возле нашего дома. Это было похоже на план города с крестиком в одном месте. Возможно, там секретный склад супа. Пойдём посмотрим. Батюк, ну-ка сгоняй. О нет. О нет. К сожалению, это похоже на шутку. Мы ничего не нашли. Тед вернулся в целости и сохранности. Серьёзно, да? Бацильная же ты харя. Кто-то шёл за нами. Уже? Восьмой день только. Что происходит? О боже. Это землетрясение. Хватайте, что можете. И держитесь. Игра, ты просто издеваешься. Как так? У нас и так ничего нет. Я поражаюсь. Какая жопушка. Скоро мы помрём. Мрём. Мы спасли приёмник. Защитили его своим великолепным пузом. Нам нужна помощь. Приёмник. Максимальная мощь. Кто оставил там банку супа? Кому дать по жопе? Смотрите у меня. Мы так и знали. Наше правительство не сдалось. И они спасут нас. Дни через сто. Только нужно дожить. Звонит телефончик. Женушка, сбегай. А то вообще плохо мне. Ох. Это был выживший из Хиллвелли. Долорес вернулась из последней экспедиции с небольшой царапинкой на ноге. Как всегда. Прости, жена. Ничего нет. И получается, мы зря её лечили. Брависсимо. Мы ничего не сделали. Долорес подцепила какую-то болезнь. Опа. Можно аптечку сделать. Конечно, да. Хорош. Живём. Вот это да. Мы сделали это. Знаете что? А я вылечу Теда. Хватит с тебя аптечек. Обойдёшься. Во. Батя в норме. Мы сами о себе позаботимся. Ну так в тени сопельку. Чё сидишь? Позаботься о себе. Нам нужны новости. Базара нет. Отличные новости. Радиоактивные осадки почти развеялись. Это прекрасно. Только некому идти. Мы увидели женщину, которая охотится на громадного паука-мутанта. Патрончиков нет. Извиняй, мать. В другой раз. Ну-ка, не кашляй. Тихо. На пороге чемодан. Я думаю, не стоит. Будь здорова. Наконец готов. Сообщение от армии. Нужно оставить знак, что мы живы. Нужна карта. Без вопросов, братишки. Посмотрев на карту, мы получили всю нужную информацию. Мы оставили им сообщение в бутылке. Ну чё, батя, ты готов? Давай, приступай. Одна банка супа осталась. И две бутылки воды. Опять чемодан снаружи. Не будем рисковать. Тихо там. Это блинчик. Но фонарика у нас нет. Прости, братка. Где батя? Выпивает там что ли? Торговец. Спрей за шашки. И фонарик за аптечку. Это самые нужные вещи. Ты чё? Это же шашки. А шашки всему голова. Проваливай отсюда. Батёк. Заболел, но припасы нашёл. И фонарик. Ты отвернулся. За нами кто-то шёл. И где ты был? Он ходил в кино. Нашёл две банки супа. И две бутылки воды. И фонарик. Красавчик. Близнецы. Жёнушка, пойди их зарази. Почихай там что ли, я не знаю. Мы нашли девушку. Бросили ей оружие. И вместе отбились от бандитов. Бывает же такое дерьмо. О боже. Волосатый кролик монстр. И что же делать, а? Он нас съест? Как морковку? Он еду съел. Ах ты паскуда. Монстр-грызун выиграл. Он выиграл нас. И украл нашу еду. С едой или без. Главное, что мы вместе. Правда. Надеемся, он не вернётся. Минус банка супа. Великолепно. Занимаясь фэншуем, мы нашли тайную дверь. Интересно, что за ней? А ну-ка фонариком. Там крокодил небось, да? Нет? Винтовка? Посветив фонариком, мы нашли старое ружьё. Дедушки Билла. Ружьё рабочее. Хорош, дедуля. От души. Сообщение от армии. Рубите деревья. Топорика нет. Извиняйте. Мы не лесорубы. Мы бацильные, ленивые жопы. Как скажете. Тридцатый день. Уже бандиты. Замочек. Мы дали отпор бандитам. Торговец. Желает патроны. У нас их нет. Проваливай отсюда. Нет, Долорес, нет. Нет, жёнушка. О боже, жестокая жизнь. За что? А бате похер. Ему и так нормально. Болезнь прогрессировала очень быстро. Кашель, температура, боли в груди. Долорес так и не выздоровела. Эх, ну что ж ты, мать. На кого ты оставила нас? Бандиты. Мочи их. О, у бати крыша поехала. Нормалёк. Мы дали отпор. Болеет сумасшествие, усталость и истощение. Роскошно. Танцующий таракан. У нас ничего нет. Он съест нас. Фу, таракан-мутант. Пыть, пыть, пыть. Такие прикольные звуки делает. Он такой милый. Такой добренький. О, ужас. Он же огромный. Ещё один. Мы окружены тараканами. Мы обречены. Мы уже чувствуем их на своей коже. Близне, сам нужна аптечка. Вы чё, пошутили? О, боже. Именно. Хрум-хрум. Тревога. Кто-то пытается разнести нашу дверь. И он не один. Нам нужно занять оборону. В противном случае мы все погибнем. Или того хуже. У нас ничего нет. Только таракан. Куси их. Нет, конец. Таракашка, ну ты чё? Мы же кормили тебя. Ты был мне как брат. Как ты мог так поступить? Ничего не знаю. Теперь я поем супа. Ах ты, гадкая тварина. Мы думали, что эти бандиты никого не оставят в живых. Но они этого не сделали. Зато Тед попал к ним в плен. Надеемся, они не причинят ему вреда. Мы выжили 37 дней. Не просто всё это. Вы погибли. Дни 36. Три воды. Три еды. Две защиты убежища. Два решения хороших. Два плохих. Успешные экспедиции. Все. Найденные предметы. Десять. Маловато, конечно. Уньк. Чё я могу сказать? Царь-бомба это мощно. Но я думаю, однажды мы это сделаем. А пока на этом всё. Большое вам спасибо за просмотр. И увидимся.